Универсальный новый Full HD проектор для фильмов и игр. Привет с вами Легит и хорошее вам настроение. С этим кадром, как я и говорил, по цветам этот проектор настроен просто шикарно. Розовый, посмотрите. Клубника, какая она сочная, какая аппетитная и какой объём. Друзья, я не удержался и выпустил раньше, чем планировал обзор на новый RD828 от TUNER. И забегая вперёд, скажу, что это, пожалуй, тот самый редкий случай, когда вот эти высокие ожидания, ну даже более чем оправдались. Ух, в общем, я по-всячески его уже для вас испытал и днём, и ночью, и смотрел фильмы, и мультики, и даже играл в игры. В общем, о нём есть, о чём вам рассказать. Заказывал я его на Алиэкспрессе, кстати, со склада России. Доставка, естественно, даром, причём в рекордно быстрое время. Ну и ссылку на этот проектор вы найдёте в описании под видео. Уверен, досмотрев это видео до конца, вы точно поймёте, подходит ли он вам. Поехали. Проектор поставляется в вот такой вот розничной коробке, на которой он сам нарисован. Коробка хорошая, в такой подарить не стыдно. Внутри в отдельном файлике находятся основные комплектующие. Конечно же, это инструкция, да, она полностью на английском языке, при этом она схематичная, логичная и понятная, да и думаю, большинству из вас она не понадобится. Далее RSA-разветвитель на аудио-видеостерео для подключения каких-то старых проигрывателей, фотоаппаратов, камеры и тому подобному. Современный и немного необычный пульт, а необычный он тем, что здесь есть отверстие с надписью микрофон. Так как в этом проекторе нету андроида и что управлять голосом, непонятно. Либо пульт универсальный, либо задумка на какие-то будущие прошивки. В целом пульт не загружен лишними кнопками, всё по минимуму и всё самое необходимое. Очень современная закруглённая вот такая вот овальная форма. Работает от двух батареек 3А, естественно, не входящий в комплект. Коробки также нашёл силовой шнур с евровилкой для питания. Это хорошо, так как отсутствуют какие-то ещё дополнительные блоки питания. Блок питания уже внутри встроен. Вот такой вот песочный куличик у нас получился. Как видите, продавец позаботился о том, что всё пришло в целости и сохранности и поместил в проектор вот такой вот спененный материал. Друзья, и вот первое впечатление, когда вы достали свой проектор, вы понимаете, что это качественная заводская вещь. Эта новая модель очень стильно смотрится и гораздо дороже выглядит, чем он есть. Это, конечно, супер стильная идея сделать сверху вот такую вот как мебельную ткань по типу рогожки. Смотрится необычно, современно, дорого. Ну и как мне кажется, практично в плане пыли, скорее всего, на крышке её видно не будет. Спереди объектив от пыли и грязи, защищает пластиковая крышка. Объектив широкий, с просветлённым стеклом, по краям вот такое вот красивое хромовое кольцо. Сбоку рядом находится колесо регулировки фокуса. Я говорю, как есть, как мне показалось, оно вращается немножко с крупноватым шагом. Ну или мне это кажется, после недавно обозреваемой мной модели X30. И вот когда вы выдвигаете объектив на максимум на близкофокусное расстояние, обратите внимание, крышку потом уже не одеть. То есть если у вас проектор близко к стене, придётся менять фокусное расстояние, тогда крышка одевается. При этом, что хорошо, крышка одевается даже при среднефокусном расстоянии. Соответственно, не нужно будет крутить и опять менять фокус, чтобы одеть крышку. Это здорово. Ну и, кстати, здорово, что нету бесполезного кольца мануального Кейстона. Ну и раз мы говорим о фокусировке, минимальное фокусное расстояние проектора от экрана 1 метр 34,5 сантиметра. На таком расстоянии вы получаете 85 сантиметров в длину и 47 сантиметров в ширину кадра. То есть 97 сантиметров по диагонали, а это, друзья, 38 дюймов. Кстати, ребятки, сразу обратите внимание, насколько яркий проектор. При двух мощных софтбоксах вполне можно смотреть видео. Ну а на расстоянии проектора от экрана ровно в 2 метрах вы получаете 132 сантиметра в длину кадра и 74 сантиметра в ширину кадра. То есть 151 сантиметра по диагонали – это практически 60 дюймов. Ну а на расстоянии от экрана практически в 3 метрах 20 сантиметрах вы получаете 218 сантиметров в длину кадра и 122 сантиметра в ширину кадра. А это на минуточку, 2,5 метра по диагонали, то есть 98 дюймов. Рядом с объективом находится ИК-приемник для дистанционного пульта управления. При этом не обязательно пульт направлять прямо на проектор, можно направлять его куда угодно. Рядом с фокусным кольцом находится вентиляционное отверстие с вентилятором. Именно сюда заходит холодный воздух, охлаждает все необходимое внутри и выходит с противоположной стороны с решетки радиатора. Уход за вентиляционным отверстием, кстати, хорошо реализован. Просто отстегиваете решеточку, снимаете вот этот фильтр, напоминающий как фильтр у пылесосов. Он очень плотный, его можно промыть под струей воды, высушить и поставить обратно. И самое главное, что система охлаждения у этого проектора справляется на ура. Средний показатель это комнатная температура, то есть весь проектор достаточно прохладный. Самое теплое место это выдув теплого воздуха. Здесь температура поднимается максимум до 42 градусов, что является очень хорошим показателем, то есть проектор холодный. И при таком хорошем охлаждении уровень громкости держится порядка 55 дБ в упор. То есть работу этого проектора сложно назвать громкой. Вот вам для примера выключил проектор и замерил уровень фона, он составляет порядка 40 дБ. Приблизительно такая же громкость работы проектора на расстоянии в метре от него. То есть громкоработающим его назвать сложно. Ну и абсолютно беззвучным, конечно же, тоже. Такой вот средний вариант, зато с хорошим охлаждением. А в процессе просмотра видео со звуком на его фон вообще не обращается внимания. На тыльной стороне разъем 220 для силового шнура с евровилкой. Далее зачем-то еще один эко-порт для дистанционного пульта управления. Хотя, как я говорю, пульт можно направлять куда угодно. И что здорово, два разъема USB 2.0, к которым можно подключить одновременно флешки, жесткие диски, какие-то USB приемники и тому подобное. Следующий, как обычно, идет джек 3.5 для подключения какой-либо акустики. Аушники или, возможно, даже какой-нибудь усилок на 5.1. За ним идет тот самый аналоговый разъем на аудио-видео-стерео. Ну и уже из более-менее современного целых два порта HDMI. Это круто. Потому что вы можете подключить одновременно к своему проектору и консоли, и какие-то TV-боксы, компьютеры, ноутбуки и тому подобное. А под портами находится решетка 5-ваттного динамика. Звук которого, забегая вперед, скажу, что лучший среди всех подобных проекторов на 1L7-матрице. Даже не только из-за громкости, а скорее из-за возможности воспроизводить разные частоты. Ну а громкость вот на расстоянии около метра. Конечно, все зависит от звуков, от мелодии. То есть громкости и качества звука вполне достаточно, чтобы обойтись без всяких саундбаров и Bluetooth-колонок. На дне проектора находятся четыре прорезиненные ножки, обеспечивающие хорошее сцепление с поверхности. Эти резиночки снимаются, и под ними находится винтовое отверстие для крепления к кронштейну. Также на дне находится съемный лечок для чистки и ухода за матрицей. Теперь не нужно снимать, разбирать весь корпус, достаточно просто открыть вот это отделение. Ну и как во всех вот этих подобных проекторах, есть пятая ножка кейстина. Она мануально регулирует высоту передней части проектора, то есть угол проекции. Но это вообще неэффективно, в отличие от электронного кейстина, который, кстати, здесь есть. На самом деле, может быть мелочи, при этом очень прикольно, минималистично, современно смотрятся вот эти кнопки, располагающиеся по тканью. Они без подсветки, просто мануальные, с приятным щелчком. Хотя, конечно, без светоиндикации подсветки здесь не обошлись. Когда вы включаете свой проектор в сеть, он слегка подсвечивается вот так вот красным цветом. Включаете свой проектор пультом или, как я, индикатор светится синим. Света от него в темноте очень мало, можно сказать, незаметный. У проектора простое, удобное Basic меню с кнопками быстрого доступа. Сбоку находится выбор на разные варианты видеовыходов. Сверху подключение к смартфону, либо планшету на iOS, либо Android. Ну а снизу выбор разных типов файлов с флешки. Видео, музыка, фото и документы. Изначально, как видите, проектор полностью на английском языке, поэтому сразу же заходим в меню, в раздел Language и выбираете свой язык. В моем случае это русский. После чего основная часть настроек и меню на русском языке. Ну далее все просто настройки Wi-Fi. Второй пункт это самые важные настройки изображения. Здесь можно переворачивать и зеркалить изображение в случае, если вы устанавливаете проектор куда-то на потолок, либо даже за экран. Для удобства на пульте есть специально выведенная для этого кнопка. Очень здорово, что у этого проектора есть цифровая матричная настройка углов трапеции, которая сохраняет плотность пикселей в избежание каких-то оптических искривлений. То есть помогает настроить изображение, если проектор стоит как-то немного под углом от экрана. Соответственно, без потери качества. Безусловно, у многих подобных проекторов есть возможность уменьшить изображение. Однако эти цифры обычно упираются в пределы до 25%. Внимание, а здесь цифровым зумом можно уменьшить изображение на 40% без потери качества. То есть если у вас длинная комната и экран может не поместиться, вы можете вот таким цифровым зумом уменьшить изображение. Для понимания, при том же самом расстоянии в 3 метра 20 сантиметров, при 60% размера изображения я получаю 108 сантиметров в длину и 60 сантиметров в ширину. Это 123 сантиметра по диагонали, то есть 48 дюймов. Кстати, очень классный функциональный проигрыватель, имеет 32-кратную скорость перемотки, хорошие точные настройки как изображения, так и на удивление для меня настройки звука. Понятное дело, что от проектора ожидать какого-то суперзвучания не стоит. Но в отличие от других проекторов, где я менял настройки звука и разницу не замечал, здесь я это ощущал. Да и звук в целом стерео, объемный и нравится, что есть низкие частоты. Итак, ребятки, тест, на котором я проверяю все проекторы. Уже на первом слайде вижу, что это настоящее Full HD разрешение. Верхнее горизонтальное вот это вот поле целиком и полностью хорошо детализировано. Видны вот эти мелкие полоски. Точно так же и по вертикальным линиям вот эта полоска детализирована. Видно вот эти все тонкие линии. Все ровненько, в том числе по краям точно так же соблюдается детализация. Что касается тестовой таблицы, я вижу, что оригинальные цвета очень хорошо отклиброваны. Синий вот прям такой, какой должен быть, прям глубокий, красный так же превосходно, что редко бывает у подобного типа проекторов. Зеленый тоже бесподобно. Вообще, в принципе, цвета у этого проектора, я уже смотрел на нем фильмы, мультики, и мне вот цвета, как они настроены у этой матрицы, очень понравились. Ну, ладно, об этом чуть позже. Давайте посмотрим, как он по скинтону. По скинтону я уже вижу, ребят, ну превосходный вариант, реально. Ну, супер, здорово, что новые проекторы, с учетом каких-то недостатков старых, их улучшают и делают просто, ну, вообще обалденный результат. Вот здесь вот 10 и 10, вот я сам первый раз вижу эту таблицу, вижу вот этот тест и вам говорю, что прям вот на эмоциях, на первых, что мне очень нравится. Смотрите, как ровен тон кожи и с соблюдением объема. Мы видим, что отсутствует вот здесь какой-то розовый пересвет, как бывает у некоторых проекторов. Отсутствует белый пересвет. Белокожая девушка смотрится потрясающе. По скинтону вообще супер. Смоглая девушка, ну, на многих проекторах смотрится хорошо, в том числе и на этом. Азиаточка тоже не переходит в какой-то розовый цвет. У них бывает, что здесь вот розовый, нет, здесь прям все ровно тон кожи. И чернокожая девушка вообще бесподобно смотрится. Прям вот ровненько переход от этого от светлого к темному. Ну, и вот здесь вот в районе шеи и волос отсутствует этот черный треугольник, как у слабых проекторов. Здесь вот видны вот эти детали в темноте. Короче, по скинтону прям 10 из 10 этот проектор проходит. Посмотрите, какие цвета оригинальные, вообще супер. Вот, собственно, что и подтверждает вот этот тест возможности воспроизведения всевозможных черных оттенков. И он его справляется на 98%, можно сказать. Только вот четвертый немножко сливается нулевым, ну, практически сливается вовсю. Восьмой отличается от нулевого черного. Ну, и, соответственно, все последующие цвета также хорошо отличимы. Это прям результат, ну, очень даже приличный. Давайте посмотрим, как в белом обстоят дела. А вот в белом противоположно. Здесь не очень хорошо. Ну, как есть, друзья, я вам говорю. Здесь вот 231, 235. Но я сейчас опять же вам показываю проектор в тех настройках по умолчанию, которые они здесь есть. Проектор на самом деле сейчас, ну, очень яркий. Может быть, если чуть-чуть снизить яркость, тогда белые цвета будут отображаться лучше. Вот, он прямо сейчас в яркости, что и показывал тоже скинтоны, да, вот это все. Здесь как бы вот, ну, 239 чуть-чуть я вижу разницу. Все, все остальные сливаются с фоновым 251 цветом. На белом контрасте все потрясающе. Посмотрите, как здорово видно. Девушка не выглядит, как курочка поджаренная, как у некоторых проекторов. Вот эта девушка, она прямо очень показательная. Короче, этот проектор хорошо откалиброван по цветам и превосходно передает оттенки черного. Ну, и серого, соответственно, все вот эти подоттенки. Вот этот тест, друзья, очень показательный, я его часто демонстрирую, потому что, если проектор, ну, не очень хорош в играх, то этот тест его прямо вот подчеркнет. Здесь бывают какие-то вот эти вот битые артефакты, битые пиксели, это все всплывает у нас в играх в каких-то динамических сценах или даже каких-то пассивных сценах в том числе. Здесь абсолютно 100% ровный результат, вот этих дисторшн не будет. Вот посмотрим, давайте тест по геометрии. Данная решетка у нас с очень четкими границами, отсутствует радужная оболочка и везде в контрасте. Даже вот здесь вот по углам, единственное, что вот здесь вот сверху срезано, ну, так бывает у некоторых проекторов, но, опять же, в процессе фильмов, мультиков мы все равно видим, как правило, широкоформатный экран, вот так вот. Поэтому вот эта вот немножко недостающая часть кадра, буквально там, не знаю, в 4-5 пикселей, да, вот в толщиной, это, в принципе, мы никогда не заметим. Нижняя граница есть. Самое главное, что отсутствует размытие по углам, как бывает в дешевых проекторах, но сейчас уже проекторы становятся все более современные, и вот эти размытия уже как таковых, в принципе, вообще нет. Небо достаточно хорошо, но у некоторых проекторов прям, ну, сильнее виден переход от белого к синему, здесь он такой более мягкий, потому что, ну, яркий он сейчас в данный момент. При этом он шикарно, просто на рекордном уровне воспроизводит вот эти темные участки. Я вижу здесь не просто вот этот темный участок коры, я вижу вообще образ, даже объем, вот здесь вот здорово. Я такое ощущение, что я раньше просто не замечал на других проекторах, даже лазерном проекторе. Посмотрите, как здорово вообще. То есть вот, ну, это, наверное, более важно, то, что он воспроизводит. И цвета, цвета, конечно, у него бесподобно настроены. А, вот, кстати, вот это, да, вот сейчас вот показатель, то, что яркий. Здесь, конечно, мы видим слишком сильный засвет, отсутствует вот эта вот уже фактура кожи, здесь просто вот засвет. Ну, яркость, наверное, можно поубавить запросто, в принципе. Это очень легко делается прямо вот здесь вот в проигрывателе. Заходите, вот, изображение, настройки, пожалуйста, можно снизить яркость. Вот, вот, видите, проявляется. И вот здесь вот прям наглядно можно, вот, в принципе, вот все. Все, сейчас, если я вернусь, наверное, на оттенки, оттенки уже будут проявляться. Вот так, в принципе, все это решается. Но, опять же, здесь нет какой-то панацеи, каких-то четких настроек. Это все зависит от вашей освещенности, от вашего полотна, от вашего степени отражения от этого экрана. Экраны разные бывают, поэтому сами у себя настроить. Я показываю именно настройки вот на стандарте. Вот, стандарт есть, все, пусть стандарт и будет. Зато я вижу, что очень хорошая детализация, настоящий Full HD. Посмотрите, все волосики, весь этот пушок на носу, прям потрясающий. Ресницы, брови, естественно, все здорово. Черный цвет достаточно глубокий, не такой глубокий, как у прошлого проектора, который я демонстрировал. Но его глубины вполне достаточно, чтобы погрузиться вот в эту атмосферу фильма. Ну, вот, тоже наглядно, видите, что здесь вот вроде плавник, все переходит, потом бах, и здесь яркий засвет. Если мы сейчас яркость уберем, то шар приобретет больше вот этого объема, больше формы. Вау, вообще отличный результат, друзья. Смотрите, читается даже шестой, вообще легко читается шестой. Четвертой, конечно, нет, ну, просто недостаточно детализации. Шестой легко читается, что подтверждает, что это настоящее Full HD разрешение. Восьмой вообще легко, ну, как и все. Это именно черным по белому, шестой читается. Что касается белого по черному, точно такой же результат, что, кстати, бывает редко. Даже вот шестой я читаю белым по черному. То есть этот проектор идеально подходит для каких-либо презентаций. Просто серфить интернет на нем, в принципе, если вы подключите там к компьютеру, к ноутбуку, вообще здорово. То есть вот в плане детализации очень хороший результат. 99 просто вообще баллов ему даю из 100. Друзья, видео в 4К 60 Гц, которое я знаю очень хорошо, тестирую на нем также все проекторы. Лазерный проектор тестировал, так что знаю, какие цвета должны выглядеть, как это все. И здесь вижу прям супер. Ну, по 10-бальной шкале дают девяточку. Даже вот видно фактуру и на синем, вот фактуру ткани, вот эту рогушку, вот это плетение. И здесь видно, и здесь. Ну, на красном очень хорошо, на зеленом, конечно, везде практически. Но здесь она, смотрите, какая-то объемная. Короче, очень круто смотрится. С этим кадром, как я и говорил, по цветам этот проектор настроен просто шикарно. Розовый, посмотрите. Вот так вот они должны выглядеть. Некоторые проекторы делают более в мадженту, более такие вот, малиновые такие, знаете. Некоторые проекторы делают розы кирпичными. Вот такие вот розы должны быть, вот красные. Вот здесь вот прям вот по цветам этот проектор откалибровали просто. Клубника, вы посмотрите, какая она сочная, какая аппетитная. И какой объем за счет цвета вот этой тени создается. Зеленый, не кислоте, то есть отсутствует эта кислотность. Он прям ровненький. А то бывает прям звенит кислотно. Сейчас будет после синей стены, будут перцы. И тоже очень показательно, потому что очень жесткий переход там от цвета к тени. И некоторые проекторы там их либо смазывают, либо делают прям ядовитыми какими-то. Либо вот это вот. Здесь вот посмотрим. Хороший результат. Не могу сказать, что прям 100% крутой. Но где-то на 85%. Но это сложная картинка, я вам еще раз говорю. В принципе, объем есть, но вот здесь вот чувствуется, как будто немножко смазано. Как есть, так и говорю. В процессе видеофильмов вы, конечно, не это. Это просто сложный реальный кадр. Перец потрясающе. Также бывает здесь он слишком яркий. Здесь он такой, какой должен быть. В принципе, есть такой силуэт именно пасмурного рынка, как и должно быть. Зелень вообще потрясающая. Смотрите. Она не кислотная, она не сильно темная. Она вот такая вот, как в пасмурный день. Едет автобус. Загружен очень кадр. Здесь и листва, и люди движутся, и все хорошо. Очень плавное было движение. Потому что кадр очень сильно информационно нагружен. И некоторые проекторы показывали этот проектор немножко... Вот этот автобус проезжающий показывали немножко подергивающе. Здесь все было хорошо. Здесь я вот сразу хочу отметить, что баланс белого очень хорошо настроен. В плане по температуре. Он не холодный, не горячий. Вот такой, какой должен быть. С этим тоже все хорошо. Пингвинчик, смотрите, отличается от снега. Снег, он более такой, ну, в синеву, да, так скажем. Более холодный. Пингвинчик более теплый. Не могу сказать, что этот проектор очень хорошо сейчас. Он яркий, он прям яркий. Хотя вот мы видим границы, мы видим вот этот блеск. Даже как будто бы я раньше такой не даже не помещал. Смотрите, блеск вот этих вот замерзших у него капелек. Здорово. В принципе, меня в белом цвете тоже все удовлетворяет. Даже при такой степени яркости. Хороший результат, друзья. Говорю, вот как есть. Мне этот проектор очень нравится. В плане того, насколько он хорошо передает оригинальные цвета. Такие, какие они должны быть. Насколько он хорошо передает яркость. Да, это не самый близкофокусный проектор. То есть на том же самом расстоянии некоторые проекторы показывали практически вот настолько больше картин. Буквально на 10 сантиметров с каждой стороны многие проекторы показывали больше картинку. При этом здесь она ярче, она контрастнее. И в этом плане все хорошо. То хорошо проектор поддерживает все популярные кодеки, в том числе AC3, а значит скачанные вами фильмы где-нибудь в торренте будут хорошо воспроизводиться с изображением и звуком. Ну а цветовая палитра основных цветов сблонсирована просто потрясающе. Проектор откалиброван почти идеально. Что касается яркости, вот вам примеры яркий солнечный день и открытые шторы. Заявленные 6000 люмен очень похожи на действительность. Мультики детям включать днем практически на студии и мовом экране вполне можно. Конечно здесь не прямые солнечные лучи, но поверьте в комнате очень светло. Ну а для фильмов понятное дело яркости в такой солнечный день конечно будет недостаточно. Светлые сцены конечно более-менее, темные уже не подходят. Ну а если у вас плотные шторы, закрыть окна, то вполне можно посмотреть и фильмы. Ребятки, для меня было приятным удивлением узнать, что на этом проекторе можно комфортно играть в игры. Причем в Full HD разрешении. В Full HD и на 50 и на 60 Гц показывал плавную картинку. На момент испытания отсутствовали какие-либо дропы, лаги, артефакты и тому подобное. Задержка от 20 до 50 миллисекунд. В играх отклик был быстрый и комфортный играть. Опять же посмотрите тест FPS, который показывает просто изумительный результат. И мое мнение, что этот проектор на данный момент лучший для игр в этом и даже выше этого ценового сегмента. То есть если проектор для игр до 7000 рублей, то TUNYR X30, если бюджет позволяет в два раза дороже, то конечно этот. Притом вы получаете уже Full HD разрешение. Ну и играть конечно практически на 100 дюймовом экране это совсем другие ощущения. Ну и если у вас до этого не было опыта с большими такими экранами, то представьте как здорово с друзьями смотреть вот на такой громаде футбол. Кстати наверняка у многих будет вопрос, как этот проектор транслирует видео со смартфона. Подключается по Wi-Fi к смартфону мгновенно, я показал как он называется в сети. И в этом этот проектор меня также приятно удивил. При просмотре видео, к примеру, с YouTube у него практически вообще отсутствует отставание. И что приятно, звук сразу же транслируется на проектор. Отставание есть, но оно очень незначительное и смотреть видео вполне комфортно. Ранее на подобных проекторов я не видел такого хорошего результата. Ну а что касается мобильных игр через проектор, здесь нас ожидает такой же не самый приятный результат, как и у большинства практически всех подобных проекторов. Отставание буквально в пару секунд точно не позволит вам насладиться и даже нормально играть в игры. Ну если только в какие-то неактивные шахматы, к примеру. Вот вам пример хорошей детализации и отсутствия замыленных краев. Вот моя страница в YouTube, вот дата, значок канала, адресная строка, всё чётко, хорошо прорисовывается. Надеюсь, вы понимаете, что, к сожалению, камера не передаёт того качества, которое вижу я. Ну и то, что я снимаю на смартфон, конечно, гораздо хуже, чем есть на самом деле. Так что, друзья, как итог, по моему мнению, новинка получилась более чем удачная. Был бы, конечно, приятно удивлён, когда всё это тестировал, особенно когда узнал, что в играх этот проектор показывает себя просто превосходно. Можно смотреть комфортно видео, транслируемое со смартфона. Проектор яркий, не знаю, как там, 6500 люмин или 6. Но то, что днём дети можно включить мультики, это точно. Опять же, удивил его громкий, насыщенный стереозвук. Понятное дело, что это некачество кинозала 5.1.7.1, не надо мне об этом писать. Хотя нет, лучше пишите. Хорошая плавность кадра, контрастность, детализация. Если вы включаете качественное видео, какое-нибудь 4К, где высокая плотность пикселей, вы, конечно, получите удовольствие. Так что на данный момент, пожалуй, это фаворит из современных проекторов на 1.1.7 Матрице. Если вы ищите такой вот универсальный вариант, то уверен, он вам понравится. Ссылку на него вы можете найти в описании под видео. Именно поэтому переходите, заказывайте товар проверенный, продавец надёжный. Так что смело вам его рекомендую. Друзья, я поделился с вами опытом и надеюсь, это видео вам было полезно. Для меня будет от лучшей благодарности, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, если не подписан. Поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях. И вот приятный комментарий замотивирует меня ещё больше стараться для вас. Тебе пустяк, а мне вот сильно поможет. С вами Буёш, пока. Субтитры сделал DimaTorzok